Олимпийские дни молодежи Международный спортивный арбитражный суд отменил апелляцию белорусской стороны на решение о дисквалификации на год мужской сборной Беларуси погребли на байдарках и каноэ. В информации из Лозаны, в частности, говорится, что квоты белорусских атлетов уже перераспределены. Если вернуть их обратно, то это нанесет ущерб другим национальным федерациям. Белорусская сторона сожалеет о вынесенном решении, но продолжит борьбу за права своих атлетов. А жизнь тем временем идет дальше и своим чередом. В Гомеле состоялись соревнования регионального уровня по гребле на байдарках и каноэ. А именно, Олимпийские дни молодежи Гомельской области. Эти старты собрали на гребном канале в Якубовке 8 команд. Всего 116 человек. Соревнования проводились среди юношей и девушек одного возраста. 1999-2000 годов рождения. Ребята гонялись на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в лодках-одиночках и двойках. Цель традиционна не только постараться показать лучшие результаты, но и отобраться на соревнования более высокого уровня. Соревнования являются отборочными для участия, отбора команды сборной Гомельской области, для участия в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, которые состоятся в городе Минске 14-18 августа. Но еще раньше в Минске на гребном канале «Заславль» пройдет куда более важный турнир – чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Он состоится уже на этой неделе с 28 по 31 июля. Там Гомельскую область представят ребята, которые недавно довольно успешно выступили на юниорском молодежном чемпионате Европы в болгарском Пловдиве. Там приняли участие 20 спортсменов в нашей области Гомельской в двух возрастных категориях. До 18 лет отдельно проводились соревнования и до 23 молодежи. Всего 20 спортсменов. Также они сейчас примут участие в чемпионате мира в этом возрасте. На Европе завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медалей. Достаточно высокий результат. Поэтому ожидаем и на чемпионате мира, что тоже достаточно высоко и хорошо выступят наши спортсмены. На чемпионате Европы в Пловдиве на высшую ступень пьедестала поднимались 9 представителей Гомельщины. Станислав Дайнека дважды, Вадим Алексеевич, Григорий Майсюк, Денис Ващенко, Владислав Сухоносов, Никита Санько, Илья Федоренко, Камила Бобр также дважды и Дарина Пикулева. Понятное дело, на областных олимпийских днях молодежи этих ребят мы не встретили. Они были поглощены подготовкой к чемпионату мира. Но и о тех, кто пока только составляет резерв, тренерский штаб отзывается лесно, возлагая на них определенные надежды. Ну это тоже, в принципе, сегодня здесь принимают участие и кандидаты мастера спорта, уже достаточно опытные спортсмены, которые тоже уже не раз выступали на областных, на республиканских соревнованиях. Та же Немержицкая Алина сегодня здесь с нами, и Вилькова Елизавета, девочки, Потапенко Денис. То есть это те ребята, которые становились победителями республиканских соревнований. И они вполне войдут в состав сборной команды области, которые выступят на республике. Так что есть основания ожидать от наших грибцов успешного выступления на предстоящих важных стартах. А что касается результатов Олимпийских дней молодежи Гомельской области, их выиграла традиционно сильная команда Мозыря. Хозяева соревнований гомельчане расположились на втором командном месте. Замкнули тройку лидеров грибцы из Рогачева. Завершился первый круг чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. В 13-м туре Светлогорский «Химик» на выезде разошелся миром с Оршей. 1-1. На мажорной ноте на экватор первенства вышли команды областного центра. Гомель в гостях разгромил Ашмян и 5-0 сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 35 очков. Правда, не отстает и Могилевский Днепр, у которого лишь на балл меньше. В 13-м туре могилевчане минимально обыграли столичный луч. Чем, кстати, помогли еще одной гомельской команде, Гомель Жилдар Трансу, вернуть утраченное в прошлые выходные третье место. Но и самим железнодорожникам пришлось для этого постараться. Подопечные Павла Кречина в воскресенье на домашнем поле принимали футболистов лиды. Гомельчане вышли на игру в статусе заведомых фаворитов. И не столько потому, что были хозяевами площадки. Гомель Жилдар Транс в принципе держится в топе турнирной таблицы, тогда как у лидчан в этом сезоне дела идут не очень гладко, а всего 11-е место. Ожидая мобила синяя, повели игру первым номером. И уже на шестой минуте Архипцев, воспользовавшись ошибкой вратаря, открыл счет. Тем не менее, это не побудило гостей рянуться в атаку. Они продолжили действовать от обороны, и игра шла практически во дни ворота. Хотя оборону держать гостям вполне удавалось. В первом тайме зрители так и не увидели больше забитых мячей. Да и во втором пришлось подождать. Только на 70-й минуте Шрейтер наконец удвоил счет. После дальней передачи партнера он, сбросив с себя защитников, вышел один на один с вратарем и перехитрил его незамысловатым ударом. 2-0. Лишь после этого лидчане несколько оживились. Терять уже было нечего, и они смелее стали атаковать. На 79-й минуте один из набегов на хозяйские ворота увенчался успехом. Ошибка вратаря, в общем-то. Ну, до этого он нас выручил, так что разберем этот момент и будем двигаться дальше. В оставшееся время соперники, каждый со своей стороны, пытались еще пополнить общую голевую копилку матча. Но ни у тех, ни у тех ничего не вышло. Хотя гомельчане по всем показателям были ближе к успеху. Тем не менее, счет 2-1 остался зафиксирован в итоговом протоколе матча. Хотелось поблагодарить ребят и за игру, и за победу, которая достигнута была в тяжелой борьбе. Хорошо, что реализовали два из многочисленных моментов, которые, я думаю, держали заслуженную победу. Лида всегда славилась бойцовским характером, несмотря на какие обстоятельства. И сегодня они тоже боролись до конца. Но нам повезло чуть-чуть больше, чем мы. Устроили игру от обороны, решили отдать инициативу сопернику. Играть на контратаках. И соперник, можно сказать, контролировал больше мяч. Хотя, если так разобраться, у нас же были моменты. Я скажу, игра должна была быть ничейной. Все может быть, но произошло то, что произошло. Гомель Жолдар Транс заработал свои три очка и перед экватором первенства вернул себе третье место в таблице, потерянное в прошлом туре. Как сложится второй круг, можно только гадать. Однако сейчас открыто трансферное окно. И кто знает, какие кадровые изменения могут произойти в ближайшее время. У некоторых там есть предложения с команды высшей лиги. То есть нам придется немножко видоизменять игру, если не найдем усиление. Или же искать футболистов. Баталии чемпионатов первой лиги возобновятся 13 августа. Гомель и Химик в этот день сыграют на выезде. Первый в Орше, второй в Могилеве. Ну а Гомель Жолдар Транс 14 августа ждет в гости с Лоним. Радостная весть пришла не так давно из столицы Болгарии, Софии. Там состоялся чемпионат Европы по современному пятиборью. И на высшую ступень пьедестала почета выпало подняться гомельчанкам. Ирина Просенцова и Екатерина Орел стали чемпионками Европы по современному пятиборью в эстафете. Отметим, это не первый успех наших землячек в нынешнем сезоне. Ранее они выиграли бронзовые награды чемпионата мира в Москве. Оставить все это без внимания было бы неправильно. А потому отправимся на тренировочную базу к новоиспеченным чемпионкам Европы. Современное пятиборье включает в себя плавание, фехтование, конный конкур, бег и стрельбу. Причем последние два вида скомбинированы. Спортсмены пробегают отрезки по 800 метров, между которыми огневые рубежи. Хладнокровно поразить мишени после бега задача не из легких. Да и в принципе сочетать пять таких разных дисциплин умение незаурядное. Но тем пятиборье и привлекательно. В пятиборье интересно, потому что кто не любит монотонность. То есть если в одном виде спорта одна и та же работа, то в пятиборье ты пофехтовал, ты идешь плавать. То есть ты там проплыл, ты идешь ездить на коне. То есть все это как бы не монотонно, интересно. Переключаешься время с вида на вид. То есть нет того монотонности, как допустим в бассейне плавать от бортика до бортика. Это скучно. А в пятиборье мне показалось очень такой вид, интересный, который не надоедает. Там виды меняются. Да, он тяжелее. Там нужно быть не только физически готовым, но нужно быть и собранным, и концентрироваться. То есть нужно быть и чтобы у тебя психологически ты был устойчив, так же и физически. Характер и комплексную устойчивость нашим девушкам в этом сезоне лучше всего удалось проявить на чемпионате Европы в Софии. Первый же день Еврофорума гомельчанки удачно стартовали. После плавания, фехтования и верховой езды они уже занимали первое место. Оставалось лишь не растерять преимущество в комбинированной эстафете. Тот самый бег со стрельбой. Что они и сделали. И хоть в комбайне Просенцова и Орел заняли третье место, набранных до этого баллов хватило, чтобы удержать лидирующую позицию в общем зачете. Суммой в 1377 очков. Ставшие вторыми немки Янина Кольман и Роней Доринг на финише имели 1364 балла. Бронзовые награды выиграли Тамара Алексеева и Александра Борош из Венгрии. 1348 очков. Мы когда туда ехали, считали себя одной из самых сильных команд. Но так как пятиборье непредсказуемый вид спорта, может не повезти с конем или допустим в технических видах что-то не получится. Мы как бы настраивались работать. Все соперники все-таки были достойные. У нас с самого начала фехтование все пошло хорошо. Мы выиграли фехтование и дальше старались быть первыми. У нас как бы считается, ну мы считаем сами, что у нас главный вид в наш это фехтование – конек. Нам главное было хорошо нафехтовать, либо недалеко не отпустить своих соперников, либо оторваться в отрыв. Нам, мы хорошо сделали этот вид и дальше мы уже действовали слаженно, собрано и не дали соперникам никакого шанса, чтобы завоевать первое место. Золото чемпионата Европы, кстати, для этих девушек не первая награда на крупных турнирах в нынешнем сезоне. В мае они также в эстафете стали бронзовыми призершами чемпионата мира в Москве. Имеется у них существенное достижение и с другими партнерами. Так Екатерина Орел в паре с гомельчанином Николаем Гаяновским завоевала серебро Кубка мира в смешанной эстафете. А Ирина Просенцова тоже в миксте победила на юниорском чемпионате Европы в паре с могилевчанином Ильей Полосковым. Жаль только, что эстафета, как и командная пятиборья, не входит в олимпийскую программу. На олимпиадах пятиборцы выступают только в личном зачете. И в этом плане нашей Екатерине Орел немного не повезло. Катя Орел не хватило буквально, ну скажем так, не ее год был. В Египте забрали пистолет, он не проходил. Хотя на разминку допустили, а перед самым стартом забрали, и пришлось из чужого пистолета стрелять. В Бразилии перед стартом прошел ливень, у нее электроника отключилась в пистолете. Пистолет вообще не работал, как и у многих спортсменов. В Москве одной секунды не хватило до попадания в финал на чемпионате мира. Ну вот, буквально чуть-чуть бы везения, и она была бы на Олимпиаде. Что же, остается надеяться, что участие в олимпийских играх для наших пятиборок – лишь вопрос времени. Пока же имеем европейское золото и другие награды топ-турниров. Стало быть, потенциал есть. Екатерина Орел на этом пока завершила сезон. Сейчас отдых и восстановление. А Ирине Просенцовой еще предстоит юниорский чемпионат мира в сентябре в Каире. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Сергей Негиревич. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин